Борцы с танзелитами, синуситами, атитами, врачи с труднопроизносимым названием – отоларингологи – отмечают свой профессиональный праздник. Торжество выпадает на разгар сезона для лоров. Детское отделение в областной больнице заполнено с превышением. Ни одной свободной койки. У маленьких ивановцев в одночасье разболелись уши, горло и носы. Мы выполняем не только какую-то амбулаторную помощь оказываем детям, но и хирургические вмешательства. Это как на структурах носа, придаточных пазух носа, гортани. На вооружении у специалистов самое современное оборудование, которое позволяет с точностью поставить диагноз и практически безболезненно провести лечебную процедуру. Пациенты давно забыли мучительные проколы перегородок и кровавое удаление миндалин под местной анестезией. Например, это видеофиброскоп. Трубочку вводят в нос пациенту под местной анестезией. Изображение полости выводят на экран. Ребенок в этот момент не испытывает даже дискомфорта. Здесь проводится видеоэндоскопия, то есть мы можем видеть всю картинку, то, что находится в полости носа носоглотки на экране. Это, конечно, улучшает диагностику. Мы можем видеть воочию, глазом, что там, какие недостатки. Малышка Варя простудилась в детском саду. Его КБ приехала с обостренным отитом на скорой. Здесь курс уколов, лекарства, процедуры, физиотерапия. Девочка уже идет на поправку. Я, конечно, была поражена такому приему. Нас очень быстро приняли. Персонал весь очень замечательный, добрый, отзывчивый, очень внимательный. Чтобы не подошли, чтобы не спросили, нам все покажут, все расскажут, все сделали. Мы, я не знаю, мы здесь ночевали, как у себя дома. Такое отделение одно на весь регион. Сюда на обследование и госпитализацию направляют из районов. Привозят на скорой. Родители с маленькими пациентами приходят сами за экстренной помощью. Инородные тела – это носа, ушей, миндалин. Достаем разные вещи. Начиная от болтов, шайбочек, фрагментов игрушек, орехов. До более серьезных вещей. Это батарейки. Это, конечно, очень опасно для слизистой носа. Чаще это в нос детки вводят. И не всегда сразу родители догадываются, в чем недуг. У врачей профессиональный праздник отмечать не принято. На взрослом лор-отделении сегодня и вовсе операционный день. Не до торжеств, работы много. Что касается подарков, люди в белых халатах отмечают. Лучшее, что для них могут сделать ивановцы – это теплее одеваться, беречь себя и не болеть. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.